Меня зовут Юля, я родилась на Камчатке и всю жизнь живу на Камчатке. Вообще я работаю флористом в сети цветочных магазинах Setup Market, но главное увлечение моей жизни это мотоциклетный спорт. И мотоциклетный спорт имею ввиду не именно летний мотокросс, эндуро, а также сноубайк. Я полноценно начала катать в этом сезоне зимой, и это полностью покорило мое сердце, потому что раньше это была целая проблема, как же путешествовать зимой, когда нет снегохода. Но есть мотоцикл и появилось решение всех проблем. Везде свои плюсы и минусы, но мне почему-то кажется на сноубайке гораздо проще, потому что там нет проблем. Везде снег, особенно если он пухлый. И нету страха. Единственный страх – это, конечно же, лавины и речки, которые скрыты под снегом. А летом намного тяжелее, потому что все равно здесь появляется и страх упасть с мотоцикла, пораниться, не знаю, об землю, об камне, об деревья. И как-то, не знаю, вот мне, допустим, после зимы было намного тяжелее пересесть и привыкнуть к лету. Причина, почему я начала кататься – это, можно так сказать, юношеская любовь. Самое светлое чувство, которое меня сподвигло кататься. И, собственно говоря, я села на мотоцикл вместе тогда с молодым человеком. Мы катались на океан, на вулкан, на стареньком эндурике. Это настолько было круто, это было мега романтично, и мы могли путешествовать. И я хотела быть ближе и как бы примкнуть, так сказать, к этому виду спорта, не знаю, активность. Вообще, наверное, самое такое первое ощущение, оно пришло в 14-15 лет, когда я первый раз увидела соревнования по мотокроссу. И спустя, да, вот в лет 19 я твердо решила, что я этим займусь, как бы то ни было. Это, конечно, было непросто. Деньги для всех зарабатываются тяжело, техника далеко не дешевая. Но спустя где-то года три я купила свой первый китайский мотоцикл, на котором училась кататься. И причем с каждым мотоциклом, который у меня был, а вот сейчас вот это мой третий, и с каждым у меня, так сказать, своя память, своя история и свои путешествия. Особенно, когда выбираешь далеко какой-то непростой маршрут, допустим, на Карымшинские источники, где сначала скачешь по камням, потом пробираешься по склону в сопке, и вот на тебе вот эта вся защита, шлем, еще солнце печет. Вот падений было много, особенно, когда я училась, но они были не такие запоминающие, как когда я сломала руку. Вот когда я сломала руку, это запомнилось надолго, и это была немного, конечно, нелепая ситуация. Мы решили зимой покататься на шипах. Взяли шипованную, получается, резину, одели на мотоциклы и катались по приливном озере. Было, на самом деле, достаточно круто, прикольно, то, что зима, декабрь месяц, как так, снега много, а ты на мотике катаешься. Вот и тут решила выехать на снегоходную шахму, разглазовалась очень сильно, перелетела через руль и вывихнула себе локоть. Это было адски больно, и на самом деле это был, в принципе, первый перелом моей жизни. Мало того, что у меня было шоковое состояние, это практически ничего не сказать. И когда я приехала в больницу, и самое забавное, то, что из четырех человек я была единственная, кто, занимаясь экстремальными видами спорта, себя повредила. Остальные три женщины, они просто поскользнулись у себя, короче, на районе и сломали руки. Так что экстремальный спорт, он не всегда опасен, и опасность поджидает тебя абсолютно везде. Раньше у меня, когда не было прицепа, и я уезжала от гаража, я приезжала в гараж, переодевалась полностью, заводила мотоцикл и ехала кататься вместе со всем. И обязательно с собой взяв, допустим, пять литров топлива. А сейчас, как бы, все намного проще. Мы на машине с прицепами доезжаем до места разгрузки, по-разному выбираем места. В машине переодеваемся полностью, и все, и продолжаем маршрут уже на мотоциклах. Почему-то карма меня жестко настигает по части колес, и поэтому я стараюсь, чтобы у меня в каждом была хорошая камера, буксатор стоял, и всегда ввожу с собой небольшой такой комплект, где гачные ключики, шестигранники, потому что на самом деле он мне ни разу не пригодился, но пригодился товарищам, с которыми я частенько катаюсь. Зная свою технику, свой мотоцикл, у меня всегда в запасе есть свечки и ключ, которыми я могу поменять и открутить. В принципе, ничего сложного нет. Так сказать, в обстоятельствах какого-то страха и адреналина можно, в принципе, все, что угодно. Можно и заглушенный мотоцикл затащить на гору, но вот у нас сколько было случаев, да, мы снимали колеса, помню, и когда неудачно переезжали речки и топили мотоциклы, мы переворачивали и прогазовывали, и меняли свечку, и накаливали свечку. В принципе, много было всяких разных происшествий, но на самом деле страшнее всего это где-то сломаться, я имею в виду физически, поломаться и потом добираться домой. Вот это для меня, наверное, самое страшное. И вот у меня вот, да, был такой единожды случай, но тем не менее мы были рядом с дорогой и быстро смогли меня эвакуировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В детстве я очень много болела, и все занятия физическим спортом, они сходили просто на нет. Ну, я просто не могла этим всем заниматься, мне очень хотелось, хотелось быть как супервумен, не знаю, сильной, сильной, которая может за себя постоять и как бы вот именно бороться с собой. И я очень рада, что я этим занялась, потому что действительно у меня появились очень хорошие друзья, компания, у меня сменился колоссально просто в другую сторону образ жизни, и я реально очень рада той, которой я стала. Потому что раньше я понимала, что я немного живу не своей жизнью, и что у меня может сложиться все намного по-другому, если я поменяю образ жизни, круг общения и поборю там свои страхи. Страх, там, упасть, что-то сломать, либо, ну, вот просто страх вообще. Мне надо подпустить колесо, чтобы по мокрой земле я могла ехать, а не стоять и буксовать. И потешно падать. Мотоцикл – это я. Это моя жизнь. Это то, чем я хочу заниматься, и, наверное, то, чем я бы хотела, занимались мои дети. И к чему шли? Любви к своему краю, к своему роду деятельности, занятия. Быть, не знаю, сильными, добрыми, и тогда все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова